В этом мастер-классе мы с вами свяжем вот такую подставку под чашку крючком. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Диаметр такой подставки у меня получился 15 сантиметров. Я использовал крючок 3 миллиметра и пряжу из 100% хлопка в 100 граммах 150 метров. Но вы можете использовать пряжу, например, пихорка детских хлопок, Ализе Беллы Батик или пряжа Гавайи. Или, например, если ваша пряжа слишком тонкая, вы можете попробовать вязать ее в две нити. По завершении все свои работы я всегда блокирую с крахмалом. Как я это делаю, я рассказываю в видео, которое вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием Уроки вязания крючком, потренироваться, а уже потом приступать к этому или к какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на два пальца, придерживаю. Здесь совсем небольшой кусочек оставляем. Теперь оборачиваем вокруг двух пальцев нить и здесь впереди вот так скрещиваем. Сзади нить придерживаем. Теперь вставляем крючок под первую нить. Цепляем вторую, протягиваем ее. Здесь вот так немножко скручиваем и у нас получается вот такая петля. И теперь мы вот эту рабочую нить цепляем крючком. У нас на крючке сейчас две петли. Мы пальцем придерживаем, а другие два пальца из кольца аккуратно вытаскиваем, чтобы у нас ничего не развалилось. Придерживаем кольцо. И уже теперь вот эту нить мы можем протянуть в нашу петлю и вот так затягиваем. И вот получилось наше кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам сейчас нужно провязать два столбика с одним накидом. Первый столбик мы заменяем тремя петлями подъема, но здесь у нас уже есть одна петля. Я сделаю еще две. Раз, два. И вот мой первый столбик с одним накидом. Теперь накид и в кольцо провязываем второй столбик с одним накидом. Два столбика провязали. Теперь две петли. Раз, два. И вот так нам нужно будет сделать шесть раз. Вот мы сделали первый раз два столбика, две петли. Теперь опять накид и в это кольцо опять два столбика, две петли. 1 второй столбик опять две петли вот мы сделали уже два раза два столбика две петли два столбика две петли опять два столбика в кольцо 1 и 2 и 2 петли вот мы сделали уже три раза всего шесть раз вот так выполняем и уже потом я вернусь и так провязали все вот эти наши группы столбиков 1 2 3 4 5 6 здесь в конце также две петли я сделал и теперь за вот этот кусочек мы тянем и закрываем вот это кольцо замыкаем столбики вместе закрываем так хорошо но чересчур не перетяните чтобы случайно эту нить не порвать все вот так этого уже будет достаточно и теперь вот этот кусочек нити я сверху рабочие нити туда назад бросаю и теперь мы крючок вставляем в третью воздушную петлю подъема и выполняем соединительную петлю все вот так мы завершили первый ряд второй ряд вот тот кусочек который у нас сзади болтается я сейчас возвращаюсь сюда вперед буду прокладывать вот так сверху столбиков первого ряда и прятать под столбиками второго ряда сейчас выполняем соединительную петлю в следующий столбик так следующий столбик и еще одна соединительная в арку двух воздушных петель и теперь в эту арку двух воздушных петель нам нужно провязать два столбика одна петля два столбика выполняем два столбика с одним накидом первый столбик заменяем тремя петлями подъема накид и второй столбик теперь одна воздушная петля и еще два столбика с накидом сюда же в эту же арку вот мы выполнили в арку два столбика одна петля два столбика и так мы будем провязывать в каждую арку двух воздушных петель и между вот такими блоками у нас будет еще одна воздушная петля все и теперь уже в следующую арку мы вяжем то же самое два столбика одна петля два столбика раз второй столбик одна петля и еще два столбика сюда же 1 и второй столбик вот так два столбика петля два столбика и опять одна воздушная петля разделение между вот такими группами и таким образом провязываем ряд до конца в каждую арку два столбика петля два столбика и между вот этими группами тоже одна петля провязали второй ряд до конца выполнили последнюю вот эту группу столбиков два столбика петля два столбика и одна воздушная петля после них и теперь в третью воздушную петлю подъема просто соединяемся соединительной петлей третий ряд выполняем соединительную петлю в следующий столбик и соединительная в следующую вот эту арку одной петли и в этом ряду в каждую арку мы будем провязывать три столбика с одним накидом первый столбик мы заменяем тремя петлями подъема и сюда же в эту же арку провязываем еще два столбика накид провязываем 1 и 2 столбик с одним накидом сюда же в эту же арку и между вот такими группами столбиков вот три столбика у нас выполняем 1 воздушная петля и теперь уже в следующую арку одной петли провязываем 3 столбика с накидом 1 2 и 3 и 1 воздушная петля и так мы провязываем всего 12 групп у нас получится вот провязали раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать вот таких групп по три столбика и 1 воздушная петля между ними провязали третий ряд до конца и сделали соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема четвертый ряд сейчас соединительными столбиками пробираемся вот в эту арку одной воздушной петли выполняем соединительную следующий столбик соединительную в следующий столбик и соединительную варку одной воздушной в эту арку мы сейчас провязываем два столбика одна петля 2 столбика 1 столбик мы заменяем тремя петлями подъема и провязываем еще один столбик с одним накидом сюда же в эту же арку 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту же арку и так вот мы провязали в эту арку 2 столбика 1 петля 2 столбика теперь опять одна воздушная петля и уже в следующую арку мы провязываем то же самое 2 столбика с одним накидом 1 воздушная и еще 2 столбика в эту же арку и опять 1 воздушная петля и таким образом вяжем ряд до конца завершили четвертый ряд соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема 5 ряд 1 воздушная петля подъема и сюда же в эту же петлю провязываем столбик без накида столбик без накида в следующий столбик столбик без накида в следующую арку 1 воздушной петли столбик без накида в каждой из следующих двух столбиков по одному столбику в каждый столбик и в следующую арку столбик без накида и таким образом провязываем ряд до конца в каждый столбик мы провязываем по столбику без накида и в каждую арку также один столбик без накида провязали пятый ряд до конца в самую последнюю арку выполнили столбик без накида и теперь самым первым столбиком соединяемся соединительной петлей но только за переднюю вот эту половинку этого столбика вот так снизу вставляем крючок за переднюю петлю и выполняем соединительную а вот ту заднюю петлю я сейчас отмечу маркером просто для удобства чтобы не потерять эту петлю но вы можете просто запомнить что есть это задняя петля этого столбика шестой ряд выполняем соединительную петлю следующий столбик только за переднюю половинку этого столбика соединительная петля в следующий столбик также только за переднюю половинку этого столбика опять соединительная в следующий столбик за переднюю половинку и таким образом провязываем ряд до конца в каждый столбик за переднюю половинку мы выполняем соединительную петлю провязали шестой ряд до конца я выполнил последний соединительный столбик в последний столбик без накида предыдущего ряда и здесь передо мной самый первый соединительный столбик и я соединяюсь следующим образом я вот так вытягиваю немножко петлю и крючок вставляем в эту первую соединительную петлю сзади наперед вот так сзади наперед цепляем рабочую петлю на крючок и протягиваем ее назад все и теперь можно вот эту нить немножечко так под затянуть поправить и таким образом мы завершили ряд 7 ряд сейчас я выполняю соединительную петлю в ту заднюю петлю которую я отметил маркером в эту петлю выполняю соединительную и теперь маркер можно снять он мне больше не нужен и сейчас в эту же самую петлю в которую я сейчас соединился нужно сделать столбик без накида 1 воздушная петля подъема и в эту же петлю в заднюю выполняем столбик без накида и этот ряд мы провязываем только вот за задние петли которые у нас там остались выполняем 2 воздушные петли 1 столбик следующий мы пропускаем вот у нас следующая здесь петля мы ее пропускаем и в следующую заднюю петлю столбик без накида опять две воздушные следующий столбик вот заднюю петлю мы пропускаем и в следующий выполняем столбик без накида и таким образом провязываем ряд до конца 2 воздушные петли один столбик мы следующий пропустили и в следующий за заднюю петлю выполнили столбик без накида провязали ряд до конца выполнили последнюю арку 2 воздушных петель и в самый первый столбик без накида соединяемся соединительной петлей и всего у нас в этом ряду должно получиться 36 арок по 2 воздушные петли 8 ряд сразу же в следующую арку выполняем столбик без накида 2 воздушные петли и в следующую арку 2 воздушных петель выполняем пышный столбик с четырьмя накидами выполняем первый накид и в следующую арку вытягиваем петлю немножечко повыше примерно на высоту столбика с одним накидом второй накид опять в арку вытягиваем петлю 3 накид в арку вытягиваем петлю повыше примерно на высоту столбика с накидом и 4 накид опять вытягиваем петлю в эту же арку и теперь вот эти все навязки мы вместе закрываем и вот у нас получился пышный столбик теперь у нас идет две воздушные и в следующую арку столбик без накида опять две воздушные и здесь у нас уже идет пышный столбик в следующую арку выполняем 1 накид в арку вытягиваем петлю повыше 2 накид вытягиваем петлю 3 накид вытягиваем петлю и 4 накид вытягиваем петлю и все это дело вместе закрываю вот у нас получается пышный столбик теперь опять две петли 1 2 и в следующую арку столбик без накида и таким образом провязываем ряд до конца две воздушные петли следующую арку раз вытянули 2 3 4 и закрыли все вместе две воздушные столбик без накида в следующую арку вяжем таким образом ряд до конца провязали восьмой ряд до конца выполнили последний пышный столбик две воздушные петли и здесь в самый первый столбик без накида соединяемся соединительной петлей девятый ряд этот ряд у нас будет последний выполняем 1 воздушная петля подъема и вокруг вот этого первого столбика без накида выполняем рельефный лицевой столбик без накида крючок вот так назад немножечко заводим обхватываем вот этот наш первый столбик без накида вот так прямо за само тело столбика цепляем нить и провязываем как столбик без накида вот вытянули петлю и закрыли столбик без накида только таким захватом он у нас получился рельефный лицевой теперь в следующую арку вот перед пышным столбиком провязываем два столбика с накидом накид провязываем столбик с накидом 1 накид и второй столбик в эту же арку теперь вокруг пышного столбика провязываем столбик с накидом рельефный лицевой накид хватаем вот так наш вот этот пышный столбик прям вот так за сам пышный столбик вставили и провязываем столбик с накидом который получается рельефный лицевой теперь пико из двух воздушных петель 1 2 воздушные крючок вставляем в вершину только что провязанного столбика вот она и хватаем одну петлю этого столбика и выполняем соединительную все вот так теперь уже вяжем в зеркальном отображении все то же самое в следующую арку 2 столбика с накидом вот так два столбика и уже вокруг следующего столбика без накида провязываем рельефный лицевой столбик без накида вставляем крючок вот так вокруг самого столбика и провязываем столбик без накида который получается рельефный лицевой и теперь у нас уже опять все повторяется в следующую арку два столбика с накидом 1 и 2 вокруг пышного столбика у нас рельефный лицевой с накидом вот так ставили крючок и провязали столбик с накидом теперь пико из двух петель 1 2 вставляем крючок в вершину и одну петлю последнего провязанного столбика выполняем соединительную петлю и уже в следующую арку два столбика с одним накидом и столбик без накида рельефный лицевой вокруг следующего столбика без накида вот так все таким образом провязываем ряд до конца в конце ряда мы здесь также провязываем наш вот этот последний лепесток и в вершину самого первого столбика без накида рельефного лицевого соединяемся соединительной петлей и уже можно будет обрезать нить и спрятать хвостик за петлями за столбиками и теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать поставьте этому видео лайк если оно вам понравилось если нашли для себя порцию вдохновения мне будет очень приятно подпишитесь на мой канал если вдруг вы еще не подписаны и поставьте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы а с вами был я это до скорого